Что произошло, рассказываем? Ну, меня, получается, задержали на вокзале по ориентировке. Это силовики, которые по активистам больше. Репрессионный орган, короче, будем так говорить. Весь день, получается, меня послили, мне выключали свет, выключали интернет. Вот, по всей стране тоже выключался интернет. После этого мне удалось сбежать из квартиры. Я живу просто на первом этаже, мне удалось сбежать из квартиры, стягнуть в окно и поехать. Мне хотелось забрать вещи, ждал маму 20 минут на вокзале, и меня забрали на курилке. Вероятнее всего забрали на... за браслетики, вот. И там уже мне пробили, короче, по ориентировке. Я дал им паспорт, они по рациям пробили мои данные. Сказали, что меня ищут, возможно, родители, родители меня ищут, да. Вот, отвезли в участок, там меня прессовали, там был очень жесткий дежурный, чувак, который меня тоже избивал. Но он аккуратно меня бил, чтобы не было побоев. После этого меня поставили на колени, я долго стоял на коленях. Не знаю, может, около часа, вот. И приехали сотрудники ГУБО, которые меня искали изначально, вот. Приехали, начали сбивать, начали передавать приветы от других анархистов, которые сейчас, ну, типа, на тот момент сидели в СИЗО. Начали передавать приветы от анархистов, которые уехали в Украину по политическому убежищу. Я очень всегда хотел в туалет, получается, когда я приехал на вокзал. Вот, я думаю, я покурю, покурю, скажу, в общественный туалет на вокзале. Но меня не удалось сказать, что меня задержали. И я сразу начал заявлять об этом сотрудникам милиции, что я хочу очень сильно в туалет. И мне нужно, ну, типа, мне нужно пустить в туалет. Я уже был готов, чтобы на меня смотрели, как я хожу в туалет, вот. Но меня не пускали. И когда сотрудники ГУБО узнали, что я хочу в туалет, они мне пробили мочевик, и я там обоссался. Вот, после этого они начали снимать. Я точно не знаю, снимали или на видео, но, вероятнее всего, они снимали. Они начали смеяться. Вот. Унижали меня там конкретно, избивали. Но сотрудники ГУБО, они избивали тоже, чтобы не было побоев. Вот. После этого, когда меня избивали, я лежал, получается, в позе эмбриона, мне было плохо. И они такие подходят, потому что придется водичка и говорят, мы же не садисты. Ваня, ну, типа, что с тобой такое? Садись на стул, типа, посиди, подождешь, мы тебя отвезем на кресла. Я, ну, типа, я говорю, типа, мне же плохо, вы же меня били. Меня начинают опять избивать, и говорят, никто тебя бил. Тебя же никто не бил. Я такой говорю, ладно, я понял, я сам упал. Все, я начинают говорить, потому что, типа, если кто-то узнает, что меня избивают, то, типа, меня выхудут лесными, типа, могут избить, и никто потом после этого не найдет меня. Вот. Приехали ребятки, тоже ППСники, обычная ППС. Забрали меня бусик, я ехал, ну, бусик в пол. Вот, ехал на кресле уже, изолятор, временное содержание. Самое жесткое место у нас в Беларуси, которое было. Вот, я был в изоляторе местного содержания, временное содержание, вернее. Там меня уже, когда привозили сюда, открывали дэвсбутика, и начали говорить, типа, привезли координатора. И когда меня еще не знали, куда меня отводить, начали звать силовиков. Я сначала говорила, типа, выводи этих собак. Я сначала подумал, что меня будут собаки кусать, да, потому что меня кинут к собакам. Но потом я понял, что они, видимо, звали самых отбитых, самых отбитых ОМОНовцев. Вот, меня, короче, выкинули с бусика, кинули на землю, я ничего не видел, все время смотрел в пол. Ну, все время смотрел вниз, в землю, вот. Кинули на землю, сняли на ручки и начали бизить. Просто били изо всех сил. Начали бить за татуировку, били за... Вот, за татуировку били сначала, били за браслеты, били за бритые волосы, били за много чего. Заставляли кричать, люблю ОМОН. Изначально я такое говорю, ну, типа, я не люблю фашистов. После этого они обозлились, начали меня бизить пиздец, они бизили, наверное, минуту без перерыва. Вот, после я понял, что нужно их слушаться, короче, я все, все, что они просили, я делал. Они заставляли, ну, типа, люблю Беларусь, ой, люблю ОМОН. Я кричал, люблю ОМОН. Меня все равно били. Пока у меня связки не рвались, я кричал, люблю ОМОН. Переставали бить. Я начинали говорить, типа, кричи, живее Беларусь. Я не кричу, живее Беларусь, потому что я понимаю, что меня, скорее всего, тоже будут избивать. Они меня все равно бьют. Я кричу, живее Беларусь, меня начинают тоже снова избивать. После тоже начинали кричать, ганибай, это на белорусском позор. тоже избивали крепко. Я точно не знаю, сколько меня избивали. Вероятнее всего, очень долго. Потому что, как мне сказали, я когда спросил, сколько времени сейчас, сколько сейчас времени, когда меня завезли, мне сказали, времени на окрестину нет. Здесь есть только день и ночь. Все, после этого меня уже подняли, завели в коридор. В коридор завели, получается, поставили на колени. Сотрудник ОМОН начал снимать на видео, как я кричу, люблю ОМОН. Ну, начинают меня тоже бить, бьют по пяткам, ну, били больше по ягодицам. Потому что, когда... Да, дубинками. Били по ягодицам, потому что, ну, как видите, по ягодицам, когда все ягодицы сбиты, невозможно никак ходить вообще. Вот. Потом, короче, ну, тоже меня избивали долго, когда я стоял на коленях, и уже кинули меня, получается, в такой... Там есть такой прогулочный дворик, 5 на 5. Там стояло, стояло на ногах, просто стояло где-то около 50 человек. Меня туда закинули. Я все, я уже не мог ходить, ничего. Я был посредине всего, ну, будем говорить, из тюрьмы этой, да, камеры, вот. Я был посидеть в камере, лежал. Там уже ребята взбунтовались, взбунтовались все ребята. Позвали фельдшера, но фельдшер очень долго шел. Вот. И где-то, наверное, полчаса, я просто не помню, я уже отключался, я там отключился. Но я это вообще не помню. Мне просто вот я недавно встретился вот здесь вот на протестах, да, я встретил парня, с которым я, ну, типа, сидел там на кресле, в этой камере, вот. И он мне тоже сказал, что я отключался. Вот. Потом, короче, они когда звали фельдшера, пришел один, вероятнее всего, из сотрудников ОМОН, и подошел ко мне, ну, подошел в камеру, вернее, там такое окошко маленькое. Он посмотрел, что я лежу, люди раступились, он посмотрел, что я лежу, и он говорит такой, типа, пускай эта падла лежит. Вот. Ну, типа, все. Я уже понял, что вероятнее всего меня сюда не заберут. Но повезло, что я надела, оп, через час меня забрал фельдшер, осмотрел меня, говорил, что все, мне, типа, мне здесь не место, мне нужно набирать. Вы спали скорую, меня забрали на скорой, отвезли в Боровляну, в больницу, в хирургическое отделение. Там у меня был диагноз какой-то. Сначала все думали, что у меня перелом таза, но там он был неподтвержден еще. Вот. А сейчас уже, когда мне выписали, у меня сильно ушиб тазобередной кости, и получается многочисленные гематомы, осложненные на ягодице и тут на ногах. Вот. Ну, вроде бы все. Субтитры сделал DimaTorzok